Всем добрый день дорогие друзья, уважаемые трейдеры, уважаемые инвесторы, все зрители youtube канала брокера Амаркетс, на связи Михаила Ричард и сегодня у нас в рубрике третий микрофон очередной разбор сделок и анализ рынков. Разберем что происходило в мире за собственно эту неделю, разберем какие есть торговые идеи для торговли и инвестирования ну и собственно спекулятивного трейдинга на следующую неделю с 29 до 3 июля 2020 года уже середина лета 2020 год очень-очень сильно насыщенный событиями и первые полгода просто пролетели практически незаметно вот и давайте пройдемся по очереди что у нас на данный момент пойдем с рынков капитала 1 акции американские фондовые индексы за всю эту неделю все-таки вы помните мы заходили в эти активы сейчас я покажу это индекс nasdaq 100 это я фьючерс на него и индекс mp5 40 видим всю эту неделю практически простояли на одном и том же месте не особо сильно и не росли и не падали была попытка падения была паника на фоне того что в среду в опубликовал свой про прогноз дальнейшего развития и ведения экономики и согласно их прогнозу экономика сша упадет в 2020 году на минус 8 процентов то есть ввп снизу минус 8 процентов но уже в 2021 году пойдет рост на четыре с половиной процента собственно эту новость это первое которую отыграли вторая новость которая вышла среду плохая это возможные санкции и варенажные санкции таможенные пошли на нас товары из великобритании и европы но это просто разговоры пока них пока просто слухи и вторая волна коронавируса соответственно вышли новые данные по количеству заболевших и в сша и это количество все время увеличим увеличивается растет и есть все шансы на то что в штатах еще не пройден пике и пока нет на замедление количество зараженных и собственно спада данной эпидемии но это и логично потому что на фоне всех протестов которые происходили в штатах на фоне массового скопления людей чтобы пошло на замедление эпидемии это было бы очень очень странно задам возникал бы такой вопрос а была не вообще эпидемии но пока видим вроде как все идет по плану все идет ладка вот соответственно это эти все новости вошли в один день очень сильно увидим упали фондовые индексы но глобального экономики ничего не поменялось на рынок вышло очень много спекулянтов на рынок и добавилось еще новые участники плюс плюс теперь вот то что самое интересное банки на данный момент вернее на данный момент буквально вчера в четверг прошли с тест тестирования и и и надо и что сейчас они получили они получили следующее что фактически стресс теста прошли ну по большому счету успешно но банкам разрешили спекулятивную торговлю на собственные деньги то есть банки теперь могут работать не так как раньше вкладываться только в низко рисковые активы те же гособлигации муниципальные облигации но также могут и торговать деривативами структурными продуктами уменьшена маржа на деривативы банки могут создавать свои трейдерские позиции и это все логичное продолжение того что процентные ставки находятся на нулях то есть так и процентная ставка минимальная доходности по облигациям минимальный банкам придется извращаться и придумать какие-то новые продукты которые которые я бы помогли ему заработать денег и этими новыми продуктами первое что это будет это разного рода финансовые адвайзеры те же робо и 2 деньги и второе это непосредственно проб трейдинг то что было активно и активно работала в 2007 восьмом году 11 10 11 12 14 даже вот и активно затихла после 15 года когда вступила в действие правила волкера и банкам разрешили спекулятивную торговлю на собственные деньги поэтому сейчас пойдет еще новая волна прилива ликвидности в фондовые рынки и в итоге мы получим еще дополнительный рост на всех фондовых индексов поэтому рынок акции пока растет интересов ладно для вложений все больше и больше и пока нет каких-то существенных признаков на то чтобы фондовый индекс начинали падать до в них там перегреты кто-то пишет кто-то пишет что это все очень спекулятивная торговля это пузырь но но на самом-то деле пока основание на то чтобы этот пузырь лопнул как таково нет поэтому можем ожидать дальнейшего роста фондовых индексов и что что это дополнительно нам даст то что растут фондовые индексы это означает что прилива дополнительного денег в страну собственно мы особо то не увидим плюс учетом все таможенных пошлинг и война именно между китаем невозможно между европой и британией это война в кавычках это имеется ввиду торговая война вот то в таком случае я не думаю что будет какой-то дополнительный спрос на американскую валюту на доллар поэтому доллар ближайшее время глобально рассматривается на продажу есть пока пока мы будем больше падать чем расти вот на следующей неделе из таких ключевых главных новостей у нас это предварительные данные по инфляции в еврозоне потому что на базе и него уже он формироваться дальнейшей доходности поблигать вот данные по инфляции в швейцарии это тоже важные один из самых важнейших показателей но пока ожидается что играть и будет постепенно подрастать поэтому уже как бы пора восстанавливать либо немного экономику вот мы и данные по безработицы шоу выйду стать и не 2 июля потому что 4 июля это день независимости 3 ничего не публикуют отдыхают перед днем независимости выйдет данные 3 июля 4 и выйдут данные по нон-фармам соответственно это тоже одни из важнейших сейчас показатели так и безработица существенно влияет на уровень ввп пока она постепенно снижается я думаю что это снижение продолжится и дальше так как если посмотрим на те же фондовый индекс и фондовый индекс деловой активности бизнес-конфиденция например увидим что он уже постепенно поднимается в штатах уже на уровне на данный момент 401 процента соответственно есть тенденция к дальнейшему росту более того шума данные по производственного примере видим что он почти под 50 процентов а 50 процентов это ключевой уровень то есть производство уже восстанавливается и бизнес постепенно уже налаживает свою работу поэтому это только плюс и для фондовых индексов и для и минус для американская валюта соответственно по отношению доллару большинство валюта уже просматривать больше в продажу чем в покупку и в целом валютная матрица у нас будет иметь следующий вид на следующую неделю сцены 28 29 6 2020 года вот таким вот образом это наша ближайшая матрица на неделю ну а давай теперь разберем что же мы можем поторговать и что у нас по нашим сделкам мы с вами на прошли ели за дополнительно заходили винда страха викс до среду все испугались но пока видим страх уже падает и в итоге можем ждать и роста фондовых индекс автос до 100 которых мы тоже с ними если 500 ну и соответственно снижение индекса страха и снижение даса волатильности пока на балансе у нас девять тысяч триста восемьдесят один доллар если все за то и были 9 200 то есть как-то волатильности как таковой у нас нет ждем когда уже наконец-то вырастет вырасти мы обновим 10 тысяч чтобы было удвоение депозита потому что сейчас нас не хватает лица доллара для того чтобы отбой депозит это где при примерно 10 процентов еще нам не хватает чтобы этот депозит был у нас в два раза больше но мы стараемся идем к этому тут самое главное зайти не оставить себе такую цель что вот сейчас чуть-чуть у сейчас дойду больше рискну больше для того чтобы там добить добить там пару копеек конечно в итоге типа рук пей превращаются большой убыток и ничего хорошего с этого не будет поэтому мы стабильно себе трогаем стабильно заходим те сделки которые мы понимаем и в те валюты которые понятны нам для входа а вот одним из таких валют которые понятны нам для входа на данный момент является евро-доллар который хорошо расторговался тенденция общая наверх и мы можем рассматривать его здесь уже на покупку поэтому евро-доллар я добавлю еще одну сделку в покупку прямо сегодня тем более сигнал уже отрисовался и мы еще можем дариться если он будет падать по фунту пока сигналов как таковых нет ждем дальнейшего развития события но тоже тенденция больше вверх чем вниз вот дальше доллар швейцарский франк ждем пока видите находимся в диапазоне ничего хорошего нет дальше у нас доллар иена тенденция больше вверх чем вниз у нас уже позиции есть ждем когда начнет отрабатывать когда начнет дальше доллар иена расти сейчас вот новый сигнал тоже появился я не думаю что я не буду сейчас до заходить и ждем нового сигнала более интересного и задая на пока в пациенте ничего не делаем это дает и то же самое ничего не делаем так тут доллар канадец мы с вами его покупали на прошлой неделе идеально пробил как видите и тенденция дальше наверх будем его ловить где-то в этом диапазоне где-то в рассвете по этим всем минимумом это будет так конец это уровень плохо видно секундочку скажу сейчас 139 примерно вот сюда мы с вами не дойдем в ближайшее время так а везде пока сигналов нет мы ровно по центру ауркад честно говоря жду его все-таки еще не сносит но канадец больше вверх кстати на рейтинг фич понизила кредитный рейтинг к канады и собственно канадский доллар на этом фоне и упал вот плюс австралии сожидается вопрос поэтому скорее всего мы будем принимать этот убыток по аур канада потому что тенденция пока вниз я не вижу сделку эту я закрыл получили небольшой убыток сейчас ее притащу сюда вот но если бы можно было все сто процентов сделал заходить в плюсе то было бы очень здорово но по тут тут мы немножко попали но ничего страшного дальше out франк тенденция пока непонятно куда ровно ровно по центру флот аурина та самая картина мы находимся во флоте а у звезды та же самая много флоте канада франк тоже тут и очень круто упали но пока нет основания на то чтобы куда-то заходить тоже нет никаких сигналов канада иена франк иена евро аут мы находимся сделки евро рассматриваем больше вверх тем более евро мы тоже купили поэтому можем ждать что это найти дальше пойдет наверх как минимум к обратно к нашему уровню где мы здесь закрывали наш этот профит по продажам то есть пока ждем его наверх евро кат пока находимся ровно по центру дальше евро франк тоже вот видео с торговка идет пока я не вижу какие-то сигналов пока больше рассматривается в ярче вниз но ждем евро фунт тенденция больше вверх чем вниз но пока тоже сигналов которых нет мы хорошо заработали на вот этой сделки которые покупали еще здесь после падения но пока ждем дальнейшего развития событий то же самое евро иена евро нзд пока сигналов нет видим падение фунта а вот это сделку зашли очень долго не можем с него выйти но тогда все таки больше увешать и вниз поэтому ждем дальнейшего развития событий здесь уже формируются сигналы близи вот этих уровней это у нас один 7 1 и 8 фактически круглый уровень от вашего можно рассматривать на покупку фунт до каната пока ничего фунт франкуль тоже пока ничего фунт иена тоже по центру пока ничего интересного фунт нзд при пробое нижнего уровня может быть какой-то возврат и на можем покупать иначе входов нет и задака тоже находимся на максимумах но я бы его пока не покупан задай все-таки больше вверх канаде с больше вниз поэтому сдк от может рвануть очень круто вверх так доллар рубль тенденция наверх тут уже можно его постепенно рассматривать на покупку я даже в доллар рубль зайду небольшим объемом 002 потому что есть возможность того что у своего первого света по большая может есть долго торговаться но общая тенденция вверх к уровню где-то 73 рубля как минимума дойдем вверх так дальше золото тенденция наверх все идет тоже по нашему плану как мы говорили 2000 по невероятно можно увидеть bitcoin тенденция больше вверх и вниз если пробьем 10 тысяч улетим на 11 12 как минимум а пока будем около 10000 торговаться дальше платина ничего индекс назад новую работе собственно я уже объяснил что пока мы рассматриваем это больше на покупку чем на продажу и тенденция наверх то есть сидим и держим то же самое запи 500 мы зашли сделку понятное дело было падение среду но ждем когда пойдет восстановление и индо страхах видим тоже страх уменьшается тенденция больше вниз я думаю что мы будем закрывать вот этот эту прибыль нашу как минимум на вот этих минимумах вот я даже так просто поставил поэтому ждем когда упадет вот собственно это мне все на данный момент еще там даже закрыты наши сделок 9362 мы с вами заработали за все это время 9362 делим на начальник 5 тысяч минус 187 процентов даже с учетом того что мы закрыли одну сделку минус эти минус нас было только вот это одна сделка такой что серьезный минус все остальное около нуля мы заходили но и вместе с компанией амаркет смыслом запустили обучение торговли на рынке валют переходим по ссылке ссылка будет даже в описании к этому видео полностью все вся стратегия марта тренинг который мы с вами торгуем которую я собственно уже показываю сколько недель на которые уже заработали 87 процентов есть на в этом обучении поэтому записывайтесь обучайтесь увидеть увидимся с вами ровно через неделю с вами был никого ричард чем самого-самого лучше